Ну, конечно, он может с шерсти спрыгнуть, так сказать, и оказаться уже в квартире и так далее. Ну, в первую очередь, конечно, вакцинация от клещевого энцефалита, так сказать, и смотреть, себя тоже осматривать внимательно, то есть, ну, как бы относиться к себе тоже немножечко осторожно, тем более, что, допустим, в прошлом году я вот была с собаками, не со своими, а с другими, то есть, видимо, эта самая клещ на меня переполз. Во-первых, нужно выбирать места выгула собаки, там, где наиболее безопасно. То есть, это обработанные площадки? Обработанные места, площадки для выгула собак, где-то это самое, можно даже просто походить по асфальту, где-то на аллейке там или еще что-то. Вот, а если вы гуляете уже в лесу, то надо уже заботиться и о своей одежде, и о собаке, и осматриваться еще до того, как вы домой зайдете, так сказать, уже посмотреть на себя, на собаку, так сказать, внимательно все осмотреть. Природные репелленты – это ванилин. Ванилин кристаллический, только надо брать его натуральный, не вот этот, который сейчас подается имитацией там или так далее. Вот, нужно найти его. То есть, он разводится в горячей воде, то есть, можно концентрацию подобрать и опрыскать вот собаку. Пошли гулять, вот просто… То есть, просто по кругу ее все… Ну, мой живот, лапы, уши, так сказать, ну, места, хвосты где-то, так сказать, можно подцепить, так сказать, его. Вот, по крайней мере, и еще и гвоздика. Можно масло гвоздики купить в аптеке и его тоже развести. То есть, это природный репеллент, который отпугивает, вот запах отпугивает клещей. Продолжение следует.